Один мой звонок, ты станешь знаменитым. Тебе не понадобится реклама. Не дыши на меня, Полли. Сейчас самое время я знаю. Ничего ты не знаешь. Что им нужно от меня? Посмотреть, как ты тренируешься. Что тебе взвело в голову, Полли? Это же тайна. Я тебе услугу оказываю. Никакой услуги ты мне не оказываешь. Я стесняюсь перед ними. Я буду неважно выглядеть в глазах твоей сестры. Видишь эту сигару? Я тебе её в ухо засуну. Ты же мог меня предупредить, написать записку. Ты же ничего не сделал. Моя сестра без ума от тебя. Я тебя убью когда-нибудь, клянусь. Ладно, давай, давай, крошка. Крошка. Вот наш будущий чемпион в тяжёлом весе, Рокки Бальбоа. Добрый день, Рокки Бальбоа. Мы хотим взять интервью, это ненадолго. А у меня? У вас. Я занимаюсь мясом. Хорошо, отойдите. Так, Рокки, посмотрим на вас, держите себя естественно. Мы просто зададим пару вопросов и всё. Расскажите о ваших методах тренировки, скажите людям то, что им нужно. Они хотят знать, как вам удалось стать таким. Никто же не знает о вас. Джимми, готов? Пишем. Рокки, повернитесь ко мне. Только не надо вопросов-ловушек, ладно? Нет, обещаю. Расслабьтесь, Рокки. Сегодня мы встречаемся с претендентом на звание чемпиона в тяжёлом весе, Рокки Бальбоа. Мы пришли, чтобы... Мясник в кадре! Начнём ещё раз, Рокки. Сегодня мы встречаемся с претендентом на звание чемпиона в тяжёлом весе, Рокки Бальбоа. Мы здесь, в морозильнике, потому что у Рокки существуют оригинальные методы тренировки. Через пару минут он покажет вам их. Но сначала спросим Рокки, как вам пришла в голову эта идея. Мой приятель. Он привёл меня сюда. Я бил по мясу, и мне это понравилось. Раз я буду драться за титул, то руководство мне не мешает. Другие боксёры тоже тренируются на тушах? Нет, это я придумал. Покажите. Оставьте места моим друзьям и позовите моего парикмахера. Сколько заплатили за рекламу на западном побережье? 300 тысяч. Увеличьте до 450 и пошите 200 роз, жене мэра от моего имени. И чтобы фотографии были на первой странице. Вы собираетесь наявить 15 радиокомпаний на Среднем Западе. Мне кажется, реклама в Канаде будет более рентабельна. Кстати, у меня пара знакомых парней на радио в Торонто. Они могут помочь продвинуть вашу рекламу. Джордж, вы настоящий друг. Чемпион, посмотри по телеку на своего будущего соперника. Парень жаждет боя. Я тоже жажду. Ширли, есть ещё кофе? Да, мистер Крид. Сейчас принесу. После матча я возьму отпуск. Мы получили права на транслейцию с ринга. Предусмотрено место для 400 человек, так? Из скотобойни, репортаж вела Диана Юис и левша Рокки Бальбоа.